Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. На прошлой неделе я рассказывал вам про проведение мной исследования, касающегося смерти. Я назвал ту программу «Четыре секунды до вечности». Я рассказал тогда, что происходит прежде, чем человек умирает. Сегодня я хотел бы обратиться к секретам рая. Особое внимание я хотел бы уделить теме умерших и нерожденных детей. Вот что сказано о смерти в библейском Екклесиасте. И возвратиться прах в землю, чем он и был. А Давид в Салтыре говорит такую вещь. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». Также Давид пишет. «Научи нас так счислять дни наши». А Иеремии Бог сказал одну очень интересную вещь. «Прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя и пророком для народов поставил тебя». Мы знаем, что у Бога есть для нас предвидение. Чтобы вы это запомнили, предвидение и предопределение — это не одно и то же. И сегодня я буду говорить не о предопределении, а о предвидении, то есть о том, что Господь знал вас еще до вашего рождения и зачатия в очреве вашей матери. Господь предопределил некоторые события в вашей жизни, и вы должны следовать Его воле, чтобы они произошли. Но для многих остается загадкой, что же такое дух. В первом послании к Фессалоникицам сказано, что у нас есть тело, душа и дух. А вы знаете, что тело — это плоть, о которой сказано в бытии. Прах ты и в прах возвратишься. Через какое-то время наше тело попадет в могилу, и смерть превратит его в прах. А еще у нас есть душа и дух. Душа связана с интеллектом, волей и разумом. Мозг помогает нам контролировать пять чувств — слух, зрение, обоняние, вкус и осязание. Но душа может быть душевной или плотской. Иначе говоря, можно сказать, что душа — это сердце нашего духа. Если ваш дух выйдет из вашего тела, он будет выглядеть в точности, как вы, как-то один человек спросил меня, «Я очень грустный человек. Когда я умру, я смогу похудеть?» Я ответил ему, «Я не знаю». Но многие мои знакомые надеются, что так и будет. Если вы слышали, как я говорил о горе преображения, вы знаете историю о том, как ученикам Иисуса явились Моисей и Илья. Петр узнал их, хотя никогда их не видел. Он знал это по откровению Святого Духа. Послушайте, что пишет Павел в первом послании к Коринфянам. «А тогда познаю, подобно как я познан». Вот почему мы будем знать об этом, даже когда покинем этот мир. Можно сказать так. Это не мои слова. Но я говорю сейчас эти слова. Если бы Иисус пришел к нам на сто лет позже, то когда бы мне было 50 или 59 лет, в зависимости от того, когда вы смотрите эту программу, то меня бы здесь не было, и моей жены Пэм тоже не было бы здесь. Но я бы все равно знал Пэм. Она была бы моей женой на небесах, хотя там нет такого понятия, как брак. Вспомните, как к Иисусу пришли с Саддукеи и сказали ему, «У нас было семь братьев, и вот когда умер первый, второй женился на его жене и умер, и так было вплоть до седьмого». Знаете, я бы даже не подошел к этой женщине, ведь каждый, кто на ней женился, умирал. Конечно, я шучу. Саддукеи спросили Иисуса в воскресенье, которого из семи будет она женою. И Иисус ответил им, «Вы заблуждаетесь, ибо на небесах не женятся, не выходят замуж. Вот откуда я это взял». Но на небесах вы будете знать свою семью. Я приведу вам еще пару примеров, а потом мы снова вернемся к теме детей. У меня есть очень хороший друг, которого зовут Бартон Грин. Он известный писатель. Он помогает писать речи многим пасторам, а также пишет сценарии для фильмов для телеканала ТБН. Недавно с Бартоном случился сердечный приступ. После этого он сказал вот что. «Я не уверен, покидал ли мой дух тело, но, кажется, произошло именно это». Его дед был довольно известным проповедником, его звали Джим Дабл Ю Лэйн. Его дед всегда носил костюмы. Он обожал ходить в костюмах с галстуком. Когда дух Бартона покинул его тело, он оказался окружен туманом, но он увидел свет где-то вдалеке. Там, в свете, он увидел силуэты двух человек. И один из них что-то говорил, сильно жестикулируя при этом. Он подошел поближе, и тут из тумана вышел его дедушка Джи Дабл Ю Лэйн, который уже много лет был мертв. По словам Бартона, его дед выглядел лет на 30. Он выглядел очень хорошо. На нем был элегантный костюм-тройка. Вы скажете, брат Стоуна, разве на небесах носят не мантии? Да, так и есть, но послушайте эту историю до конца. Мантии носили во время римлян. Их носили во времена Иисуса. Их носили греки. Но сегодня мы с вами одеваемся по-другому. Я не хотел вам этого говорить, но после 11 сентября у меня было видение о моем отце. Также я увидел людей, которые погибли 11 сентября, но что-то я отошел от темы. Итак, Джи Дабл Ю Лэйн сказал Бартону, «Бартон, я хочу с тобой поговорить». Потом он рассказал Бартону. «Я знаю об этом, потому что мне об этом рассказывали на небесах. Ты должен сделать на Земле еще пять дел. Поэтому ты должен вернуться назад». Бартон рассказал мне, что, вернувшись на Землю, он сразу принялся за эти пять дел, о которых рассказал ему его дед. Но не все так просто. Поговорив с Бартоном, его дед сказал ему, что должен вернуться. Бартон хотел пойти за ним, но его дед сказал ему. «Бартон, я же сказал тебе, что тебе пока нельзя туда, где я. Ты придешь туда позже». Он был в раю. Когда Джи Дабл Ю Лейн умер, его дух покинул тело и попал в рай. Как это описано во втором послании к Коринфянам. Хотя его тело лежало в земле. Многие люди учат о том, что после смерти человека, его дух и душа в его теле засыпают. Апостол Павел писал, «Не все мы уснем, но все изменимся». В ранней церкви сон использовали в качестве метафора. К этой же метафоре прибегали и греки. Сон тогда означал смерть, потому что, когда человек умирает, он выглядит так, будто он спит. Даже Иисус, стоя рядом с мертвой девочкой, сказал, «Она не умерла, она спит». И его оставили с ней наедине. Дело в том, что наши дух и душа не спят. Они должны попасть к Господу. Если человек грешит, они попадут в ад. Вы можете открыть Евангелие от Луки и найти там историю о смерти богача и нищего. Вы скажете, «Погодите-ка, а ведь праведник Лазарь был в сердце земли». Но после своего распятия Иисус забрал души и духи праведников на небеса. Вы не остаетесь в земле, если вы умираете верующим во Христа. Когда вы умираете, ангелы забирают ваши дух и душу и относят их к Богу. Так вы оказываетесь в раю. Итак, послушайте меня. Давайте вернемся к Джи Дабл Юлейну. Бартон еще раз попытался пойти за своим дедом, но тот вновь остановил его. Он сказал, «Бартон, послушай меня. Если ты переступишь определенную границу, ты уже не сможешь вернуться. Ты останешься здесь». А затем Джи Дабл Юлейн сказал Бартону просто замечательные слова. Мне они очень понравились. Он сказал, «Я должен сказать тебе кое-что еще. Я чувствую, что должен сказать тебе об этом». Он сказал Бартону, «Бартон, твой сын очень гордится тобою». После этих слов Бартон снова оказался в своем теле. Он сказал мне, «Перри, я знаю, что все, что со мной произошло, не было галлюцинацией или игрой моего воображения, но я просто оторопел, когда мой дед сказал мне о сыне, потому что когда-то я был женат, но потом развелся, и сына у меня не было. У меня не было детей, но тут я вспомнил, что когда мы были женаты, у моей жены был выкидыш. Нам сказали, что это был мальчик. Тогда я подумал про себя. «Боже мой, так это тот ребенок, которого не смогла выносить моя жена». Он с Господом. Послушайте меня, дух появляется у ребенка в момент зачатия. Вот почему аборт — это плохо. Некоторые политики верят, и они христиане, что дух и душа появляются у ребенка в полгода. А кровь связана с духом и душой. Но в крови заключена жизнь плоти. Кровь не нужна для жизни духа и души, потому что дух и душа не связаны с кровью. Плоть и кровь не могут унаследовать царство. Дух и душа связаны с духовным миром, а не с миром материальным. Надеюсь, вы успеваете. За моей мыслью, наши прежние президенты, не наш нынешний президент Дональд Трамп, наши прежние президенты верили, что душа и дух могут войти в ребенка только тогда, когда будет перерезана пуповина. Вот почему несколько лет назад в нашей стране разрешили прерывать беременность на поздних сроках. Ученые сказали нашим президентам, что ребенок до тех пор, пока пуповина не перерезана и не сделан первый вдох, является просто куском плоти. Но это неправда. В Библии сказано, рождаемое святое наречется сыном Божиим. Об этом в Библии сказано в четырех местах. У ребенка там уже назван пол. Это сын. А носящую его женщину уже называют матерью, хотя ребенок был зачат не больше двух недель назад. Послушайте меня. У детей, которые не смогли родиться из-за выкидыша, есть дух, потому что он появляется у них в момент зачатия. Вы знаете, сколько раз бывало так, что мужчина и женщина, муж и жена, начинают жить вместе и не могут иметь детей. А потом внезапно, хотя они уже несколько лет прожили вместе и не использовали контрацептивы, им вдруг удается родить ребенка. Знаете, почему это происходит? Об этом есть статьи. Но мне об этом рассказала одна моя знакомая медсестра. Она рассказала мне, что когда они поместили в пробирку яйцеклетку и сперму, они знали, что у них все получится, потому что они увидели вспышку света. Это был дух. Вечный дух затронул яйцеклетку и сперму. И пока ребенок растет, его дух и душа растут вместе с ним. Понимаете? Много лет назад женщина по имени Мариетта Дэвис лежала при смерти. И вот ее дух покинул тело, и она увидела рай для младенцев. Там было много детей, которые не смогли родиться из-за выкидыша. Это место было похоже на палату для младенцев на небесах. И за каждым из них наблюдал ангел. Они росли там, и в какой-то момент их направляли на другой уровень рая. А еще им рассказывали об Иисусе. Им рассказывали, кто он такой и что он сделал. А потом их отправляли в рай для детей. Лучшей подругой моей жены была и остается Трейси Дэвис. У нее было много друзей, но лучше Трейси Дэвис никого не было. В ту пору Трейси была маленькой итальянкой небольшого роста, которая собиралась переехать к нам в Кливленд. Потому что Пэм узнала, что беременна нашим сыном Джонатаном, и Трейси сказала, что будет няней в нашей семье. Она была очень милой девушкой, к сожалению, она погибла в аварии в Алабаме. Через несколько лет после ее смерти я поехал на рыбалку в Баттон-Руш. Там я остановился в гостинице. Я хотел сказать, что собирался рыбачить не в Баттон-Руже, а на побережье. Мы приехали в гостиницу очень поздно. Наверное, был час ночи. Я был совсем бессил. А когда я в таком состоянии, я вижу то, что происходит в мире духов. И вот я вошел в дух и оказался в раю. До этого я был там всего один раз. Рай всегда выглядит так, как выглядит ваш мир. Для тех, кто жил во времена Иисуса, рай был похож на Римскую империю. Там были колонны, такие же, как у нас здесь, за моей спиной. Там было очень красиво. А еще все одевались там так же, как одевались в тот момент на земле. И люди всегда оставались в своем времени. Вернее, они могли перемещаться. Там я увидел... Не смейтесь, это правда. Я увидел там изумрудный город. Все здания там были из изумрудов и были похожи на наши небоскребы. Я сказал, «Господи, почему они так выглядят?» И он ответил, «Потому что к нам пришли верующие из больших городов, и они хотят жить здесь в таких же городах». Я встретил там человека по имени Клайд Уитмайер, которого я не видел много лет. «Боже, храни его служение». И он сказал мне, «Перри, только посмотри на меня. Я больше не инвалид». Он буквально скакал вокруг меня. Тогда я еще не знал, что он умер пару лет назад. Я не знал, что он мертв, но я увидел его дух в раю. А затем Бог сказал мне, «Давай я покажу тебе, как у нас живут дети». Я услышал лишь его голос. Я не видел ангелов, и тут меня перенесло к детям. Там было очень здорово. Я увидел гору, возле которой Бог построил каждому из детей свой маленький домик. Это были именно детские домики, не как у взрослых. Как бы объяснить, «Вы видели когда-нибудь домик на дереве?» У этих детей были похожие домики. Они были где-то 4 на 5 метров. Эти дети в них жили. Все они жили там. Это была очень идиллическая картина. Я видел похожие домики в Италии, Румынии. Это были именно такие детские домики, которые строят детям для игры. Они были там повсюду. Я подошел поближе и слышал, как они пели. Это было прекрасно. Там были сотни детей, и за ними присматривала Трейси. Когда я вернулся назад, речи ни о какой рыбалке и быть не могло. Я бы ловил рыбу вот так. Я спросил Бога, зачем ты мне это показал. И Господь сказал мне, «Расскажи маме и сестре Трейси о том, что ты видел на небесах». Чуть позднее я поехал в Джорджи и узнал, что Клайд Уитмайер умер где-то год или два назад. До этого момента я не знал, что он мертв. А когда я читал проповедь в Алабаме, я увидел маму Трейси и сказал ей, что видел Трейси. Я не знал, что Трейси любила делать больше всего. Я вообще мало что знал о ней, кроме того, что она ходила на наши встречи и была подругой Пэм. Но я увидел ее с детьми. И сестра Трейси сказала, «Боже мой, она всегда мечтала об этом». Я сказал, «Вы шутите?» И она рассказала мне, что Трейси всегда мечтала работать с детьми. Вот что я хочу сказать. Люди, которые покинули этот мир, часто люди думают, что они умерли. Они считают, что душа и дух спят в их теле и останутся там, где похоронены их тела. А затем наступает воскрешение. И тогда дух и душа выходят из могилы. А как насчет того, что сказано в первом послании Фессалоникицам? Умерших во Христе, я немного перефразировал эти строки, «Бог приведет с собой, когда вернется». Он приведет их с собой. Тот, кто умер во Христе, обязательно воскреснет. Его дух и душа воссоединятся с его новым телом. Во втором послании Коринфянам сказано, что дух и душу посылают в рай, чтобы они соединились там с телом воскрешего человека. Надеюсь, вы успеваете за мной. Итак, с этим мы разобрались. Если недавно умер кто-то из вашей семьи, мать, отец, сестра, брат, дядя или кто-то еще, то они отправились к Господу. Они не в могиле. Моя мама итальянка. Мне приходится целовать своих двоюродных братьев и сестер. У меня прекрасная семья. Родственников с папиной стороны я тоже люблю, но родственников с маминой итальянцы. С ними не соскочишься. Как-то я был на похоронах одного из родственников моего дедушки. Там было много итальянцев, все орали «Аллилуйя», а еще там все целовались и обнимались. Некоторые могли обнять себя по три раза, но это было мило. И вот я подошел к своему дедушке и сказал, «Ты знаешь, что оболочка здесь, а того, что внутри, уже нет». Он рассмеялся и сказал, «Объясни-ка, внучок». Я рассказал ему, что в теле этого человека были дух и душа, а теперь их там нет, но его оболочка еще осталась здесь. Если вы были на похоронах у верующих, вы знаете, что мы только поначалу горюем о том, что потеряли близкого нам человека. Но когда умер мой дедушка, я плакал всего раз. Ведь очень трудно плакать, когда мы знаем, что этот человек еще с нами, хоть и не в своем теле. Теперь в них еще больше жизни, чем было, когда они были в теле. Потому что теперь они с Господом. А еще у нас есть надежда, что однажды мы вновь соединимся с ними. Поэтому, когда умер мой отец, я просто не мог плакать, потому что незадолго до его смерти, я спросил его, «Папа, ты знаешь, куда ты скоро отправишься?» Он сказал, «Да, сынок». И тогда я спросил его, «А ты знаешь, что будет после смерти?» Он как раз и выходил из машины и сказал, «Я верю, что там будет нечто великолепное». Поэтому с чего я должен плакать? Зачем мне горевать? Плачут лишь те, у кого нет надежды. Ведь если мы верим, что Иисус воскрес из мертвых, то и наши близкие воскреснут из мертвых. Сейчас я хочу придать сил тем, кто знает Господа. Если умирает кто-то, кто знает Господа, грустить о нем вполне нормально, но не стоит сильно горевать о нем. Потому что горе — это дух. Если вы начинаете горевать, вы попадаете в замкнутый круг. Тогда вы не можете ничего сделать. Вы не сможете готовить или общаться с другими людьми, потому что вы будете только горевать. Евреи горюют по умершим семь дней, а затем они отпускают свое горе. Каждый год они вспоминают умершего, но они придерживаются такого мнения. Если вы верите воскрешениям, то вы не должны жить в горе по ушедшим в мир иной близким вам людям, потому что они воскресли и теперь снова живы. Несколько лет тому назад у моей жены был выкидыш. Я не буду рассказывать вам все подробности, скажу лишь, что у меня был сон. Вернее, два сна. Это было несколько лет назад. Как-то я уже рассказывал о них на одной конференции, возможно, вы слышали. Я увидел двух маленьких девочек. Это было в 88-м году. Я спросил одну из них, «Как тебя зовут?» И она ответила, «Аманда». Я спросил ее, «Кто ты такая?» И она ответила, «Я твоя будущая дочь». Я был в смятении, ведь у нас с женой не было детей. Тогда я спросил, «А что это за девочка?» И она ответила, «Это Рошель, моя сестра». Эта Рошель была совсем крошечная и сжимала какого-то плюшевого зверька. Я сразу увидел, что с ней что-то не так. Тогда я не понял, что не так. Возможно, у нее был синдром Дауна, но я сразу понял, что она глухая и не может говорить. Тогда я подумал, «Господи, моя дочь не сможет говорить и ничего не будет слышать». Я видел их во сне дважды. Когда у Пэм случился выкидыш, мы решили, что это и была Рошель. Потом она снова забеременела, и угадайте, кто у нас родился. Аманда. Наша дочь была как две капли воды, похожа на ту задаваку, которую я видел во сне. Это истинная правда. Как-то Пэм спросила Господа. «Господи, в одном из своих снов Перри увидел двух девочек. Скажи мне, а что стало с Рошель?» Господь ответил ей, «Ты хотела бы, чтобы я принес ее на землю? Ведь у тебя и так много забот. У тебя есть служение. Перри, твоя школа на дому и маленькая дочь». Я увидел в будущем, что этот ребенок принес бы вам много забот, и вам бы пришлось оставить ваше служение. Через несколько лет нам написала одна женщина из Калифорнии. Она ничего не знала об этой истории, но она написала, «Дорогие, Перри и Пэм, я не знаю, был ли у Пэм когда-нибудь выкидыш, но у меня умер сын. И Господь позволил мне увидеть, как он живет в раю. Там у меня встретилась девочка с черными волосами. На вид ей было лет пять. Я спросила ее, «Кто ты?» И она ответила, «Я дочь Перри и Пэм Стоунов». Та женщина ничего не знала, что у Пэм был выкидыш. Она написала нам, что девочка была очень похожа на Пэм и была настоящим гением. Я еще сказал тогда, «А, вот это она в отца». Послушайте, если вы потеряли младенца или ребенка, то он отправился к Господу. Если вы не спасетесь сами, то вы больше никогда не увидите своего ребенка. Только так вы сможете увидеть своего ребенка. Он будет расти в раю. Он дорастет там до определенного возраста. И у меня есть история и об этом. Но я прошу вас, служите Господу. Это лучшее, что может сделать Божие дитя. «Однажды мы будем царствовать со Христом». Я уже посвятил две программы «Тайном», которые скрывает могила, и «Тайном вечной жизни». Я обожал эти темы еще когда был подростком. То, что я говорю вам, должно помочь вам получить благословение, особенно если вы недавно потеряли кого-то из родственников. Прошу вас не переключать канал, потому что у нас есть для вас еще много интересного. Я расскажу вам, как вы можете узнать больше информации о том, о чем я сегодня говорил. Вернусь к вам через мгновение. Перри Столон написал и выпустил книгу «Новое время для ангелов». В своем исследовании Перри ответил на эти вопросы. «Если ангел рядом со мной? Почему они выглядят как люди, а не как крылатые ангелы? Как зовут ангела исцеления, о котором учила церковь? Приходит ли ангел смерти к умирающим, чтобы забрать дух? Помогают ли ангелы биться с бесами, атакующими семью? Дозволяет ли нам Бог просить ангелов открыть истину неспасенным? На эти и другие вопросы Перри ответил в книге «Новое время для ангелов». Глобальная деятельность пророков активизирует служение ангелов в эти дни через видение и сны. Узнайте в 19 главе «Бытия» о том, как ангелы появляются в облике людей. Перри включил в издание 21 вопрос об ангелах, включая случаи, когда животные могут видеть ангелов или ощущать их. Перри написал, как родителям молиться об ангельской защите над детьми. Данное издание содержит 12 динамичных глав, где исследуются потрясающие грани истины, которые дадут понимание в вопросе об ангелах. При заказе книги вы получите диски с учением Перри, как отразить самые жестокие нападения сатаны. Автор расскажет о том, как одолеть депрессию, духовный гнет и мысли о самоубийстве. Дорогие зрители, закажите новую книгу вместе с набором из дисков онлайн по ссылке, которую вы видите на экране, или позвоните по телефону, который мы представляем вашему вниманию здесь. Кодовое слово ANG131. Отправьте нам пожертвования в размере 30 или более долларов и сделайте этот запрос. Уважаемые телезрители, пожалуйста, не забудьте записать адрес служения Перри Стоуна, который вы видите на экране. Мы ждем ваших заказов. Я бы очень хотел, чтобы у вас были эти книга и диски, информацию о которых вы только что прослушали, потому что там вы найдете ответы на интересующие вас вопросы. Я сам был очень удивлен, когда узнал о том, что ангелы проявляют большую активность в пророческие сезоны. Чем ближе мы к концу времен, тем чаще ангелы будут являться нам. Они будут приходить к нам, и мы будем ощущать их. Но для этого вы должны понимать, как ангелы вершат свои деяния. А как насчет снов? Ангелы могут являться во сне, но почему они приходят к нам без крыльев? Почему они приходят к нам в образе людей? И как нам понять, что это действительно ангелы? Моя книга поможет вам ответить на эти вопросы. Закажите ее уже сегодня, и мы вышлем ее вам. Кроме того, у нас ожидается много интересных мероприятий. У нас просто замечательные службы вечером во вторник. Каждый вторник мы много молимся. Вы можете оставить нам свою просьбу о молитве. Также в этом году у нас пройдет конференция «Фестиваль воинов». Это молодежная международная встреча, которая состоится осенью. Мы будем рады, если вы приедете к нам в Кливленд, Теннесси, и станете нашими партнерами. Также я рекомендую вам посещать наш сайт perrystone.org, потому что там вас в этом году ждет много интересного. Сейчас вы можете увидеть там, какие штаты мы посетим с января по май. А мы собираемся съездить в Южную Каролину, Миссисипи, а также во многие места, где мы раньше не были. На предыдущих программах я уже рассказывал вам, как со мной общается Господь. Должен сказать вам, что я человек привычки. Моя жена часто говорит, вот кто-кто человек привычка, так это ты. Мы уже пять лет ходим в один и тот же ресторан, и двадцать лет в одну и ту же церковь. Но Господь часто просит меня отправляться туда, где я еще не служил. Конечно, мы посетим и места, где мы уже были. Мне кажется, что причиной тому является жажда. Некоторые утверждают, что американцы не жаждут Бога. Но лично я в это не верю, потому что, когда ты много путешествуешь и встречаешься с людьми, ты видишь, что люди жаждут Бога, жаждут пробуждения, того, чтобы Бог преобразил их жизни. Так что помогите мне молиться за это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!